всем здравствуйте всех вас рад видеть на канале сегодня будут и печальные новости к сожалению были потери на разводе ну и поговорим немного хороших новостях допустим коридороса посадил на нерест еще вот хочу один вид коридоросов посадить на нерест не знаю какой вид посадить возможно вы посоветуете буду вам очень благодарен также посмотрим на мальков меченосцев ранее как я говорил у меня этот вид меченосцев не удавалось развести получилось все там буквально пять малечков я к ним кстати хочу пересадить ларикари уже начал такую небольшую подготовку производить тоже вам об этом расскажу ну и надеюсь в дальнейшем у меня все будет удачно все будет хорошо но как говорится будем посмотреть всем вам приятного просмотра начну я с плохих новостей здесь вот помните стоял пластиковый бокс во-первых он потек я его заклеил перевернул его просто видите ну и сюда дихлоретан вот на эти пипочки залил думаю что этого хватит ну и здесь жили меченосцы с коридоросами и к сожалению меченосцев крупных я перекормил которые выжили я пересадил вот сюда самочки две самочки сразу погибли на следующий день и я решил их пересадить сюда вроде бы все нормально так вот оклемались они вот кстати две сразу которые погибли остальные так более-менее себя нормально чувствовали а потом в этом пластиковом боксе который вы могли наблюдать ранее сразу подменил водичку там половину свежую залил они до вечера там еще по были посмотрел все нормально и пересадил сюда так что вот такие вот потери бывают моя вина здесь вот еще самочки набирают малечков причем две самочки ну вот такие же они крупные те которые я приобрел они погибли моему форму видать чуть-чуть они еще не привыкли потому что я очень много живых кормов даю вы видите сюда других самочек тоже пересадил там вот малечки живут одни сейчас там их очень мало тоже вам покажу из такого приятного что я сделал сразу коридора со которого были в этом пластиковом боксе я взял пересадил сюда это у нас триллиниатус и или же джули ну лучше джули называть там до сих пор спорят кто это что за вид похоже они не похожи в общем можно и так и так называть там различить непрофессионалом будет но практически невозможно посмотрим будут ли они снова метать икру или же нет но вот уже играют они здесь а здесь у нас кто а здесь конечно же золотистые посмотрите какие они крупные стали подросли здесь всего лишь пять особей причем три самочки вот на мой взгляд и два самца тот самец еще под подозрением возможно вообще один самец потому что было семь если не ошибаюсь но вот два уже умерли и осталось пять сюда посадил посмотрим как они себя здесь будут чувствовать сюда я вот столичка залил с аквариума где вот они жили и совсем чуть-чуть свежие отстойные еще потихонечку буду доливать свежие отстойные чуть-чуть отстойная вода хорошо отстойная более недели с продувкой ну и вот здесь у меня еще есть пластиковый бокс пока думаю кого посадить не знаю почему не знаю сейчас вам покажу здесь у меня есть слонята где же они они брокеса красавцы просто выросли очень хорошо думаю посадить брокеса хотя они еще молодые тоже и там не видно они примерно все одинакового размера кто там самки кто самцы не пойми ну самцы вот чуть поменьше которую спереди и тоже по моему там два самца и три самочки пять штук посмотрим сейчас пока думаю включил здесь фильтр увидите а водичку вот слил здесь ведерочка долью сейчас поработает вот механический фильтр чтобы вот грязь собралась посмотрите сколько грязи я еще горшок этот пластиковый отодвинул и грязи очень много включил его временно он поработает чуть-чуть грязь под соберет я шланг очка здесь все соберу потом еще оставлю его поработать и здесь аквариум будет идеально чисто ну еще у меня вот здесь коридороса панда они в углу тоже вот смотрю самочек по моему больше чем самцов также штербики смотрите какие они красавчики тоже можно их посадить но вот эти вот и панда и штерба молодые вообще совсем молодые не знаю в каком возрасте их вообще не можно сажать нерестить я отсюда слил воду и залил вот в тот пластиковый бокс который вы могли наблюдать ранее ну и конечно же туда тоже долил свежоотстойную воду здесь еще есть венесуэлы и здесь тоже не так много но какое-то количество есть вот пока думаю не знаю возможно кто-то напишет в комментариях что делать кого сажать кто более пораньше нереститься штерба пандочки венесуэла или же брохеса ну брохеса мне кажется вот готовы там они довольно такие крупные хотя тоже они молодые возможно посажу сюда завтра пока вот в раздумьях раздумьях как говорится будем посмотреть ну давайте еще вам покажу меченосцев красавчики вот с этими как говорится меченосцами уже можно будет разговаривать если они подрастут я имею ввиду уже можно будет их точно нерестить все их уже буду кормить правильно содержать хороших условиях ну и где-то через там уже дней 20 по моему осталось я снова самочек посажу на нерест уже по другой технологии скорее всего если сетку буду использовать то в другом аквариуме сейчас кстати сюда я хочу пересадить ларикарий ларикарий вот они красавчики что я для этого делаю значит чтобы без потерь пересадить ларикарий когда я делаю здесь подмену сливаю я ну можно сказать половину ну не доходя до половины довольно таки много я сливаю водички ларикарий и буквально чуть-чуть не доливая свежую доливаю воду сюда и беру буквально черпачок один с этого аквариума еще сюда наливаю и вот так я буду делать примерно дня три-четыре потом когда примерно здесь и здесь водичка будет одинаковая я их пересажу тогда вообще потерь не будет ну здесь видите дно грязное хотя я сифоню здесь но еще нужно будет просифонить также залью сюда свежую отстоянную воду хорошую это уже ближе к пересадке ну вот просифонит но я скорее всего сегодня вечером потому что я у многих рыбасиков буду делать уборку ну и вот просифоню чуть-чуть долью а потом уже большую подмену буду делать когда буду вот этих мальков пересаживать тоже вам постараюсь это заснять потому что ну ларикари вот хотя они не капризные но все-таки нужно подготовить вот и вот здесь можете вот полюбоваться на ларикари как они вот в таком небольшом объеме выросли довольно таки на таких приличных размеров подмены здесь делаю часто губку кстати мою не часто а подмены здесь делаю часто в неделю три раза это точно возможно и более в зависимости от того сколько я корма им даю сейчас потихоньку перевожу их на двухразовое питание до этого они у меня питались три раза и уже начал приучать как я говорил и к сухому корму что ну этих ларикари я не буду продавать а последующих уже которых я буду продавать я также буду потихонечку приучать их к сухому корму сейчас вот опробую с какого корма лучше начинать и так далее ну и там уже я как говорится буду рекомендовать какой для них корм получше на мой взгляд опять же ну вот на этих мальков я конечно не налюбуюсь там прям видно ну не знаю ну буквально здесь штучек 5 хотя там самочки уже набирает можно сказать мальков и скоро буду тоже их сажать на невест здесь вот за коридорусами наблюдаю они активно так плавают возможно увидели других рыбасиков может здесь перегородочку установить пока не знаю пока вот так понаблюдаю за ними посмотрю свет тоже обязательно отключу это я вот включил чтобы вам показать как они себя здесь будут чувствовать здесь кстати не знаю сказал или нет джули или трильниатусы тоже 5 штучек скорее всего здесь два самца и три самки ну вот такой вот кратенький обзор и довольно таки такие трагичные бывают на разводни мгновения если можно так сказать да потери бывают ну и видите пытаюсь еще далее развести коридорусов как бы новая жизнь чтобы родилась так что и приятные моменты тоже бывает не стоит унывать но такие ошибки нужно исключать то есть буквально перекормил я ну чуть-чуть неправильно перевел вот меченосов ну и до сих пор вот такой осадок остался потому что такие хорошие самки были просто уже не стал вот вам так вот мертвых меченосцев показывать думаю это ни к чему все буду дальше работать сейчас работы много там вот подмены буду делать сифонку уборка у попугайчиков тоже здесь вот пластиковый бокс чистый все тут помыл ну нужно будет водичку подменить ведь там и растение у них установил они это любят ну и вот этот пластиковый бокс чуть-чуть хотя бы нужно просифонить здесь мыть не буду потому что ну пугливые вот попугайчики лишний раз будут стрессовать просто вот подменами такой небольшой сифонкой буду сейчас дальше заниматься а всем вам желаю хорошего настроения и благодарю вас за просмотр этого видеоролика за просмотр видео ролика до конца то